Всем привет! Сегодня хочу поделиться опытом по созданию небольшой микросердесной архитектуры, основа которой является детектор ношения масок в людных местах. То есть у нас будет три показателя. Это маска одета, маска неверная одета и совершенно человек без маски. Все это мы задеплоим вот такой Edge Device от компании NVIDIA. Это NVIDIA Jetson Nano, 4-гигабайтная версия по ОЗУ. Это самая первая версия, она у меня уже довольно давно, я на ней сделал много проектов. Здесь еще даже один порт под Raspberry Pi камеру, CSI камеру. Соответственно мы задеплоим Inference, который будет нам отдавать RTSP поток, то есть стрим того, что детектирует наш сервис, который будет стоять вот на этом девайсе. Допустим, вот это устройство плюс камера, плюс питание, плюс программное обеспечение стоит где-то в ресторане, в кафе, либо в людных местах, где требуется ввести статистику того, как много людей ходят без масок, неверное ношение масок, либо же в масках. И соответственно нам нужно будет поднять веб-сервис, в котором будет вся эта статистика в виде дашборда. Естественно нам нужно будет использовать либо свой компьютер для того, чтобы веб-сервис этот поднять с проброской портов, либо возьмем AWS Cloud, либо Google Cloud для того, чтобы это все развернуть. Основа всего этого это репозиторий Маскам, который чуть меньше полугода назад был анонсирован при финансовой поддержке компании NVIDIA и двух компаний это Berkeley Design Technology и Treelabs компания. Очень крутые ребята на самом деле, я знаком с другими продуктами, связанными вот этими компаниями, которые компании эти делали. И в целом вообще репозиторий одно время очень серьезно так развивался. Вот, соответственно основной гайд по настройке всех этих сервисов и в целом микросервисной архитектуры я брал именно с него. Но по шагам и на тех моментах, на которых у меня возникали трудности, я буду останавливаться и буду демонстрировать сам процесс. Скажу сразу, что придется иногда перескакивать с рабочего стола моей Linux машины, на которой я сейчас все это записываю. И, соответственно, попробуем на ней же веб-сервис поднять и пробросить порты. Либо же, все-таки, может быть, с нее я же буду заходить в AWS Cloud и там разворачивать. И я буду переключаться на рабочий стол самого Jetson Nano для того, чтобы, в принципе, сделать первичные настройки. Далее мы просто монитор уже отключим от Jetson Nano и поставим или создадим сервис по загрузке определенных контейнеров на Jetson Nano. Чтобы по умолчанию, как только была подключена веб-камера, либо CSI-камера и питание, у нас загружались необходимые контейнеры. И Inference Server у нас работал. При этом сам сервис детекции отдавал нам RTSP-поток по необходимому IP-адресу. В свою очередь, этот адрес и другие сервисы мы использовали в нашем клауде для того, чтобы эту самую статистику ввести и отображать в виде веб-интерфейса, в виде дашборда. Окей, приступим. Я начну с того, что я разверну все необходимые контейнеры, необходимые слои контейнера, которые нам нужны для того, чтобы произвести детекцию на самом Jetson Nano. Далее я буду останавливаться на тех моментах, на которые нужно обратить внимание. И далее увидим, что у нас получается с прямой детекцией. Пока остановимся на том, что мы развернем на Jetson Nano наш Inference Server и попробуем увидеть сам поток того, что сам Jetson Nano выдает. Окей, приступим. Так, начнем мы с того, что нам необходимо сделать минимально для работы нашего Edge Device. Нам необходимо скачать образ Ubuntu и необходимым программным обеспечением для Jetson Nano. Заходим на developer.nvidea.com. Embedded and unloaded. Скорее всего, вам потребуется регистрация. Это у меня в кэше сейчас висит. Далее нам нужно будет выбрать Jetson Nano Developer Kit, либо же Any Jetson Developer Kit, насколько я помню. Нет, вот этот нам нужен образ будет скачать. Качаем девелоперский kit для 2 ГБ, если у вас 2 ГБ Jetson Nano, либо же 4 ГБ оперативной памяти Jetson Nano Kit. Тогда качаем вот этот образ. Далее, вам нужна будет SD-карточка, на которую вы запишите сам образ. Я использую Belen, приложение, которое закатывает. Можно использовать Ultra-ISO или что-нибудь другое для того, чтобы... Может быть, из-под терминала вы запишите, используя какой-то другой софт. Это не столь важно. Цель взять образ NVIDIA для вашего Edge-девайса, записать его на SD-карточку. Эту SD-карточку поставить сам девайс, инструкции по стартовой настройке есть также на самом девелоперском портале NVIDIA. Можно перейти, настроить. И, соответственно, подключить минимально это интернет, питание, клавиатуру и дисплей-порт, либо же HDMI-порт вашего монитора, на котором вы сделаете первичную настройку устройства. По первичной настройке я рекомендую посмотреть на гайд Адриана. Это компания и в целом команда по Image Search. Очень классный блог. И в целом очень много гайдов, туториалов и всего того, что касается машинного обучения. И в целом камерного зрения. Плюс этого гайда в том, что здесь есть оптимизация вот этого образа, который мы закатаем. И, соответственно, оптимизация всего софта, который в Ubuntu по умолчанию стоит и он не нужен. Я здесь останавливаться не буду, что я здесь делал. В принципе, гайд довольно полезный. Единственное, я остановился на моменте, когда Адриан начал создавать отдельное окружение, ставить какой-то особый софт. То есть я дошел до этапа восьмого. И, в принципе, далее я уже перескочил на репозиторий Mask.com. И там уже я работал с контейнерами. Так и поступим. Следующее, что нам нужно сделать. Я немножко раньше говорил о том, что я буду перескакивать на монитор и в целом на дисплей компьютера, на котором я буду веб-сервис разворачивать и создавать окружение на самом девайсе. Но потом я понял, что, в принципе, я могу все это подключить и по SSH работать с самим Edge девайсом. Поэтому, наверное, так и поступим. Я сейчас подсоединю Getson Nano. И со своей стационарной машины, у меня здесь стоит Ubuntu, я буду работать по SSH с теми зависимостями, с контейнерами, со всеми необходимыми вещами, которые мне нужны для inference сервера, который будет производить детекцию. Окей, приступим. Да, одна особенность, о которой я не сказал, но в принципе в гайде она есть, но я хочу сразу же о ней упомянуть. Часто забываю о том, что при переключении питания мощность самого Edge девайса либо падает, либо возрастает. С чем это связано? Связано с тем, что необходимо, допустим, вам использовать максимальную мощность Edge девайса. Тогда вы должны использовать 5-вольтовый 4-амперный блок питания и порт J25. Соответственно, вам необходимо будет переключить джампер, то есть замкнуть вот эти два контакта. В гайде Адриана эта инструкция подробно есть. Я сейчас на ней останавливаться не буду, просто скажу, что когда вы будете учитывать инструкцию, к этому обязательно придете. Вот, далее, я дополнительно поставил охлаждение, вернее, как оно у меня стояло с предыдущего проекта, я понял, что сам радиатор греется просто очень-очень сильно. И будьте аккуратны, потому что касание можно серьезно обжечься. Поставил охлаждение, я взял кулер от компании Noctua, они самые эффективные, в принципе, стоят не так уж много. Вот, из дополнительного, что я еще поставил? Я поставил небольшую платку Wi-Fi Bluetooth, она ставится под основную плату модуля с чипом NVIDIA. Но сегодня я не буду Wi-Fi использовать, я буду использовать RJ45, то есть наш Ethernet-порт. Почему? Потому что я заметил, что при транслировании РТСП потока, ну, Wi-Fi не очень эффективен в плане, то есть там либо необходимо серьезное сжатие РТСП потока, а это, в свою очередь, страдает детекция. Либо же у нас будут пропуски фреймов, что тоже очень влияет на статистику в конечном веб-сервисе, а именно в самом дашборде. Вот, подключаем сейчас наше питание. У меня есть 5-вольтовый 4-амперный блок питания. У меня есть RJ45-коннектор, то есть мой Ethernet, который висит на том же роутере, на котором у меня локальная машина с Ubuntu, в которой я сейчас произвожу и запись, и я буду работать через SSH тоже с этой машиной. Соответственно, и подключаю питание. DisplayPort и HDMI я уже подключать не буду. Первичную настройку по гайду Адриана я уже сделал. Соответственно, мне уже девайс как таковой, мне нужно, я его откладываю в сторону. Я поставил питание, я подключил питание, я подключил Ethernet-порт, и мое устройство завелось. Относительно IP-адреса, я его уже знаю, я зафиксировал его в своем роутере. В принципе, для того, чтобы вы узнали IP-адрес, можете просто ввести в следующую команду. И в конфиг, и естественно на самом девайсе, потому что я сейчас это делаю на своей локальной машине. И IP-адрес вы сможете получить, тот, который зафиксирован роутером, если вы его не фиксировали статически. Ну и соответственно, по этому адресу вам необходимо будет зайти на самоустройство. Зайти на самоустройство можно следующим образом. SSH, имя пользователя на устройстве, собачка. Так, я еще не подсоединялся по SSH с этой машиной, соответственно, мне нужно будет создать подпись и пароль. Пароль. Я сейчас пользуюсь паролем с этой машиной. В будущем, конечно, если вы часто будете обращаться, конечно, нужно будет сделать подпись и сохранить ее на локальной машине, для того, чтобы без ввода пароля и постоянных этих манипуляций избежать. Так, вот мы уже... Я это сейчас посдвигаю. Из необходимого, то, что я поставил, что немножко отличается от гайда Адриана, я скачал репозиторий Jetson Fun CTL. Это приложение по контролю с оборотами кулера. Я ссылочку в описании его оставлю. Но, в принципе, можно Jetson Clock использовать стандартной утилитой, которая идет в поставке самого образа от NVIDIA. Относительно контейнеров. Я не делал серьезных настроек с самим докером на самом HD-двайсе. То есть, не сбавлялся отсюда и так далее. В принципе, цель следующая. Нам важно запустить контейнеры, чтобы наше приложение работало на HD-двайсе. Поэтому таких глубоких настроек для NVIDIA Jetson я не делал. Вот. Теперь переходим в наш репозиторий. Нам необходимо будет запулить, собрать вот этот контейнер. Я уже его собрал. Я сейчас покажу его. Собирается это следующим образом. То есть, вы на своем HD-двайсе вбиваете Sudo Docker. Ну, либо если у вас была дополнительная настройка без Sudo, просто вбиваете Docker. Вбиваете Pool, Moscom, ну и соответственно, Moscom. Вот. Я сейчас этого делать уже не буду. Шипси. Вот. Я уже его собрал. Я уже его протестировал, поэтому буду показывать вам на том, что уже работает. И если какие-то проблемы будут, я буду объяснять. Вот. Все это мы собрали. Соответственно, следующее, что нам нужно выяснить, это вот то, о чем я говорил пару минут назад. Это сам IP-адрес HD-двайса, на котором сейчас он висит. То есть, на самом HD-двайсе мы проверяем, смотрим. Моей локальной сети это 120-608.0.25, потому что он внутри моей же сети висит по этой же сетевой маске. Ну и в целом, я для этого девайса уже давно себе зафиксировал этот адрес. Я с ним работаю с других локальных машин. Вот. Следующее, что нам нужно сделать, это нам нужно будет подключить веб-камеру, либо CSI-камеру к самому HD-двайсу. И запустить контейнеры с некоторыми тегами. Я, когда буду запускать вот эти контейнеры, я остановлюсь на каждом теге и подробно расскажу, что необходимо сделать. Сейчас мне нужно будет переключить веб-камеру, потому что, к сожалению, у меня одна качественная камера, которую я сейчас снимаю, мне нужно будет подключить ее сейчас к HD-двайсе. Поэтому видео в уголку экрана пропадет. Я буду только транслировать то, что с рабочего стола происходит. Окей, сделаем это. Так, я переподключил свою веб-ку. Следующее, что нам нужно будет сделать, еще раз переконнектиться к нашему HD-двайсу, потому что я его выключал перед тем, как коннектиться. Соответственно, еще раз заходим на наш Jetson Nano. Здесь зашли. Нам необходимо понять, на каком порту у нас висит наша веб-ка. Все это от команды Ls в категории D в видео со звездочкой и покажет, в принципе, все доступные для видеозахвата устройства. У меня это нулевой индекс моего видеоустройства, потому что у меня никаких других больше Jetson Nano не подключено девайсов. Соответственно, по умолчанию я ничего не буду менять, но в целом, если у вас другой индекс, необходимо будет этот индекс в виде тега, в виде тега, в самом, при сборке, при запуске самого приложения через контейнер MassCam, необходимо будет объявить. Объявляется все это следующим образом. Вам необходимо, первое, если, в принципе, не знать, как объявляются теги портов, можно перейти в проблемы, связанные с запуском контейнера и здесь посмотреть. Или, в целом, перейти на официальный репозиторий докера и посмотреть, как объявляются теги, допустим, с камерой, которая под другим индексом. Так, далее, что нам нужно сделать? Нам нужно, у меня, в принципе, история SSH вот сохранена, есть уже здесь. Что мы делаем? Мы запускаем наш докер, мы запускаем рантайм NVIDIA. Далее, нам необходимо в интерактивном режиме смотреть, что у нас происходит с нашим инференсом. Далее, окружение MassCam Device по адресу, который мы и в конфигам получили. Далее, мы открываем порты внутрь и наружу 1883, 8080 и 8554. Это как раз вот те порты, которые нам нужны для RTSP потока, который будет отдавать нам Edge Device. Далее, нам нужно будет указать, соответственно, какой имидж мы в докере используем для того, чтобы собрать наши слои контейнера. Вот, все это запускаем. Да, я вот все-таки поленился, не убрал суда, поэтому мне в очередной раз приходится запускать все через пароль. Запускаем наш сервис на Edge Device. Далее, нам выдаст сейчас поток, где будет храниться. Вот он. Копируем его. Я случайно нажал Ctrl-C, но, соответственно, в бунте это равнозначно прерыванию процесса. Ничего страшного, мы сейчас еще раз запустим. Хорошо, что так получилось. Это наглядно показывает, что старайтесь пользоваться либо другими хаткеями, назначать другие хаткеи, либо же, как только вы выделяете в бунте, по умолчанию это и так идет в буфер обмена. То, что вы выделили курсор. Окей. Пока запускается наш inference сервер на Edge Device, мы берем наш известный VLC. Так, кулер у меня уже заработал на самом девайсе. Далее, на NVidia. Далее, на локальной машине, которая в этой же сети у меня находится. Я открываю VLC, я вставляю вот то, что мне выдал запущенное приложение и сам Edge Device. Это вот на 25-м айпишнике висит Edge Device, порт, который мы прописали для запуска нашего приложения, который пробрасывает из контейнера на 85-54. Ну и, соответственно, тег, под которым у нас идет поток, это маска. Запускаем. И, в принципе, вот мы сейчас видим на нашей локальной машине то, что происходит у нас на самом Джекса Нинана. Я сейчас для примера возьму маску и покажу, как наше Edge-устройство, которое вот у меня вот здесь находится, распознает и вы увидите по самому RTSP потоку, который идет сейчас на локальной машине, как эта детекция происходит. Ну и, соответственно, вся та статистика, вся та телеметрия и все те данные, которые само устройство собирает, ее также можно увидеть в терминале, где это вы все запустили. Естественно, я указал тег интерактивного режима. Можно, в принципе, его не указывать, этого всего, в принципе, оно все будет под капотом. Вы всего этого не будете видеть. Окей. Оденем маску и попробуем, я не знаю, снять, одеть, указать, каким образом, полуснять, скажем так, эту маску и посмотреть, как это будет выглядеть. Окей. Рядышком вот у меня была маска. Да, как видите, также указывается еще и индекс, скажем так, вот конкретно этой детекции. Это очень важно для того, чтобы в самой статистике, которую мы немножко дальше перейдем, все это отображать. Вот. Я, наверное, все-таки разделю это видео на две части для того, чтобы можно было как-то сэкономить свое время. Так, смотрим на срабатывание. Вот, у нас уже совершенно другой индекс. Ну и, в принципе, скорость детекции на Edge Device довольно неплохая. Вот. Более детально, если вы начнете изучать информацию в репозитории, вы увидите, что по определенным событиям, таким как одета маска, частично одета маска, либо вообще человек без маски, происходят некие алерты. И на этих алертах идет видеофиксация фрагмента, когда, допустим, человек был без маски, либо неверно была одета маска. Они копируются в некую директорию dev.shm и далее под тегом год, месяц, день, время, точка mp4. И эти фрагменты, соответственно, можно будет потом в истории собрать. Это, кстати, очень интересно. Почему? Потому что в самом дашборде можно будет потом манипулировать вот этими кусочками видео. И в целом для истории это будет очень полезно. Так. Ну, на этом, наверное, все. Я РТСВ потоки, наверное, здесь уже останавливаю, потому что я вижу, что задержка по видео идет и не очень комфортно это все. Так. Ну и, соответственно, сам inference сервера тоже стоп. Останавливаю. Есть. Окей. Ну и, в принципе, можно будет само устройство тоже выключить. Оно нам пока что не понадобится. Пока мы будем работать с нашим веб-сервисом, с нашим дашбордом. Так. Даун. Здесь супер администратор действует. Есть. Так. Я вернулся сейчас уже с видеопотоком на записи этого видео. Вот. Edge device мы временно выключили. Он пока нам не потребуется. То есть мы сейчас не будем в пустую его греть. Хочу немножко рассказать о второй части видео, которое запишу. Мы на второй части видео развернем наш веб-сервер. Я думаю, все-таки тоже мы попробуем сделать несколько экспериментов как на локальной машине веб-сервер с проброской портов, чтобы вы, допустим, могли посмотреть, как это делается. И на AWS Cloud, либо же на Google Cloud. И фактически это будет наша статистика через веб-интерфейс. Это будет веб-приложение, которое будет отображать все то, что отдает наше устройство, наш Edge device на чипе Nvidia. Статистика будет содержать три основных показателя. Это маска одета на лице. Маска частично одета, то есть некорректно одета. И на лице нет маски. Там будет небольшая фильтрация по временному интервалу, связанных с временами суток, временем, продолжительностью примерно в месяц или больше. Посмотрим, как это будет выглядеть. И все это отображать в виде статистики. Ну и, естественно, будет возможность прямо из дашборда перегружать наш Edge device, а именно контейнеры, которые крутятся на Edge device. Сразу немножко забегая вперед, все то, что крутится на самом Edge device, основано на известном от Nvidia SDK. Это DeepStream. Довольно серьезный инструмент для трансляции и кабельного зрения, машинного обучения от Nvidia. Это SDK от Nvidia. Окей. Надеюсь, вам понравилась вот эта первая часть видео. Попробуйте сделать вот первый этап. Если будет интересно, буду очень рад вас видеть на второй части видео, где мы развернем веб-сервер. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.